Привет, друзья! Меня зовут Миша Киокунтак, и мы с вами продолжаем играть в игру Man of Medan. Мы остановились на этом месте, где зашли в эту каюту, или что это за место такое, я не помню уже. Картина. Пират, получается, сам себя застрелил? Видение открыто. Знаете, в этой игре очень неудобно, что сохранения как-то откатываются, потому что в прошлый раз я начинал здесь же, а сейчас мне перед записью пришлось проходить к этому моменту. Ладно, давайте подойдем к этому... к этой карте. Ну да, типа, прятки такие. Кстати, друзья, если вы любите смотреть видео под вкусняшки, то приятного вам аппетита и, разумеется, приятного просмотра. Записанчик. Давайте прочтем его. Что тут у нас написано? Блин, ну, я забылся, что он сам не поворачивает. Нужно вот именно брать в руку и потом вот так вот делать. Да, корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Ну да, заметки. Главное управление ВМС США. Сильный шторм ушли с курса. Сообщается о затоплении груза в отсеке номер 2. Многочисленные удары молний. Дрейв на мелководье. Местоположение неизвестно. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Начать поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Поиски прекращены. Плотная облачность. Установить местоположение не удалось. Вот оно как. Ну, частично становится понятно, куда пропал экипаж. Кто-то упал за борт, например. Там нет прохода налево. Ладно, тогда идем сюда. Кто-то уже откинулся? Ну-ка. Да в смысле? Только что же было активно. А, это записка. Да, ужас какой. Бедолага, скопытился прямо во время эфира. И не говори. Так, радиовещание. 2.0.1. Сигнал бедствия. Радиоконтакт фрагментарный. Пытаюсь передать СОС азбукой Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Вот оно что. Ладно. Этому мужику мы уже никак не поможем. Смотрите. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старая радиостанция мало отличается от современных. Если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощь. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть. Есть контакт? Ага. Так, и что сделать? Иступление. Это очень срочно промолчать. Либо указание нашей координаты. Если вы слышите. Мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты. Эээ... 12-30 южной широты. 151-20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. Повторите. Прием. Да в смысле? Я же сказал. Паника это очень срочно. Тревога мы на грузовом судне. Мы на грузовом судне. Большом. Заброшенном. Алло. Алло. Вы меня слышите? Ну же, прием. Да ладно, что за чушь вообще происходит? Эй! Гляньте сюда! Что он там увидел снизу? Все туда так пялятся, и я хочу. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь возле радио. Пойду я. Разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Хм. Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, экто метафорично. А не на фотку пулемета. Хе-хе-хе. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Поощрение. Ну, если справишься, промолчать, напор. Я справлюсь. Сам спра... Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь. Честно. Эй, эй. Раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. И вот так вот жених и невеста лезут куда-то вниз в задницу корабля прям. Уже даже падают. Ну, прекрасно. Упали в какую-то задницу. Зашибись. Нижняя палуба. 4.05 утра. 21 июня. Кости целы? Все на месте? Эй, вы там в порядке? Беззаботность. Я в норме. Краткость. Заткнись. Нормально. Видите что-нибудь? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать радио. Ну, хотя бы есть зажигалка в качестве альтернативного источника света, если фонарик вдруг сядет. Эй. А, ну еще и лампа есть. Ты первый. Я первый? Вроде бы девочек вперед пропускают. На нижних уровнях корабля. Так. Что-то мне не нравится на самом-то деле. Это затея здесь ходить. Но выбирать особо не приходится. Так. И записка, и сейф. По-моему, я же здесь был, не? А ну-ка, давай. Возьми записку. Похоже, завязалась драка, и этого Чарля отправили в карцер. Да-да-да. Я это уже читал. Я вспомнил. Странно. Окей. Давай тогда пойдем отсюда. Погоди. Может быть сейф? Там уже открыт. Хотя навряд ли. А нет, открыт. Да, и тут записончик есть. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого Икс СТО Олтера Бишопа и СТО Тома Палмера. Серж Питер Вуд наблюдает и Д. За встречу с нашей командой. И говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же. Западный мир должен быть защищен от Соединенным Штатам. Известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом. И хотя эксперименты мы не можем... Описывать исследования, проходившие во время, в них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием «манчурское золото». Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало. Даже относительно кратковременное вызывает сильные галлюцинации людей. Очень убедительные. Подопытные выглядят, если слышат то, чего нет на самом деле. Даже было сразу много опасных факторов. Сильнейший ужас. Сколько же многоточий в этом всем, а? Давай, клади обратно. Такого количества многоточий в одном тексте я давно не видал. Это я точно уже читал, поэтому выходим и идем дальше. Если мы отсюда выберемся, я неделю прилежу в ванне. Не если, а когда. Но надеюсь. Я всегда прав. Так, ты хочешь, чтобы я пошел сюда? Ну давай. Ой, эти звуки неприятнейшие просто. И куда-то мы выйдем. Я вообще не понимаю, правильно я иду или нет. Ну давай спустимся. Спрыгнуть. Да. В полном. Спускайся. Мне вот интересно, как они потом назад собираются вылезать. Там же высоко. Ну, допустим. Черт. Черт. Чего? Ты видела эту херню? А, ну да. Ау? 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 послушай нет не надо можно же я же сказал заткнись что это с ним с ума сходит до из этих газов берет кувалду и так нужно сохранять спокойствие ладно я вас жду говноеды я субтитры не читал чтобы успеть попасть в такт пульса то достаточно часто это было я как-то отвык от этого да это точно что он больной на всю голову погоди тут же что-то есть так что делать бежать осмотреть кольцо слава богу а вот теперь пора валить зря вы прятаетесь сучки мягкие хотите захопать все золото тут же наверное целая куча на всех хватит а мы все в деле так пытайтесь меня облапожить так снова надо пульс сохранять вы оставите меня здесь самонадеянность посмотрим что он сделает волнение надо бежать да надо бежать наверное но и взгляд у него мы с ним не справимся надо бежать так надеюсь он за нами не успеет я вроде был успел так и что же мы будем делать в такой ситуации достаточно напряженной в смысле кто это все все послушай мы не враги тебе мы просто хотим выбраться пожалуйста простите нету если вы дышите значит прибора у вас тут нет так что решат уже не вам как-то странно он себя ведет любопытство как действует туман тумана нет стой что это за туман как он действует он Беспокойство. В последнем отсеке что-то было, а пренебрежение нет никакого тумана. Возмущением мы все немного вдохнули, отчаянием мы задержали дыхание. Вы типа крутые дайверы, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Стоп, 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 стоп! У нас есть ребризер с нашей лодки. Что? Мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь, можем с тобой поделиться. Хочешь? Нет, нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Боже! Он во мне! Кошмар! Я вдохнул туман! Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится! К меня! К меня! Внутри! Схватить ствол, отвлечь. Давайте отвлечен. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне? Вы просто врете. Туман. Внутри. Кошмар, меня заживо. Эй, стой! Не надо! А это то, что мы видели в видении, кстати. О! Твою мать! Твою мать! Но в любом случае, это было лучше, чем хватать ствол, потому что, ну, так бы он нас застрелил. Я думаю, что поступил правильно. Надеюсь, конечно, так оно и есть. Только у нас еще проблема с этим дядькой с кувалдой. Класс. Класс. Просто охренеть. Ну да. Давай тогда сразу утопимся в луже. Это все очень увлекательно. Ну, народ, где вы все? Эй! Что происходит? Все в порядке? Надо спуститься, узнать, все ли в порядке. Черт! Что делать будем? Я за ними. Проверю, что там. А ты жди возле радио. Надо придумать что-то еще. Я буду прямо очень осторожен. И вернусь сразу, как найду генератор. Все. Будет хорошо. Осторожней там. Ладно? Ну, я не знаю, кстати, насчет Бреда. Зря он пошел за ними или нет. Потому что, если он нарвется на дядьку с кувалдой, то... Что он сделает-то, собственно? Тем более, он вообще один. Но, в любом случае, интересно, какие будут действия. Аккуратно спрыгивай, пожалуйста. Мне кажется, что-то такое произойдет. Какое-то переплетение сейчас сюжета будет. Ну, ладно. Это все туман, да? Открыть не могу. Поэтому идем в открытую дверь. Да давай, иди, Бред. Какие стрёмные тут помещения. Крайне неприятные. Проходим. Я тут, по-моему, не был. Еще записка лежит. Да? Ну, конечно. Давай, бери ее. Прочтем. Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам. Результаты наших поисково-спасательных операций превзошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете останки кого-либо из пропавших в районе водоочистной станции, вам, возможно, придется использовать для переноски маленькие гробы. Ничего себе. Видимо, это будет Хокинс. Бедняга. От него почти ничего не осталось. Понимаю, что это уже не лучшее решение, но ребята устроят ему подобающие похороны и окажут заслуженные почести, когда мы вернем останки домой. А пока что обходимся тем, что есть. Капрал Мур. Вот оно что. Ладно. Идем. Не хочется сейчас про похороны как-то говорить в такой ситуации. Как бы и так все. Ё-моё. Ничего себе. Этого мне не хватало. Да, это было, конечно, крайне неприятно и внезапно. Это... Это видео... Да. Ура. это же банкетный зал по моему да какие ужасы происходят судя по его голосу то там вообще уже какая-то задница человек сошел с ума напасть от отступить то конечно же отступить расслабься никому ты не нужен спокойно мы что-нибудь придумаем это плохая идея да это очень плохая идея какой дурак а что называется дай дураку кувалду и он линия не то нажал еще ё-моё так вот этого вот не надо пожалуйста хоть успел схватить да что за бои с кувалдой да ладно блин размахался да давай проваливать отсюда а нужно навестись ударить и бежать правильно скорее всего да давай дерни рычаг возможно это спасет нас судя по всему да но надолго ли давай дергай пожалуйста мы же успеем сбежать верно паника рано приказ давай надеюсь я успею протиснуться туда так снова вот эти драки бои я пытаюсь но не успел да в смысле что за бред я нажимал а но как бы вообще не успел то есть у нас получается минус бред на ровном месте все так неплохо получалось и тут на тебе ну серьезно ребят это без комментариев я как-то разочарован вообще на ровном месте при том что я реально нажимал а и как бы надо было просто намного чаще ее как-то успеть нажать за нами интересно кто-то приплывет спасать нас там или как ну судя по всему это конечно уже финал ну что попробуем да давай флис попробуем дюков милан завелась уж я не знаю ребят хороший это финал или не очень ну конечно не самый лучший финал потому что у нас есть потери он любил играть в игру если я из-за чего-то расстраивался он начинал плести всякий бред о разных параллельных мирах которые могут существовать и такая штука при любой вообще безнадёге всегда находилась хотя бы пара других миров где все еще хуже ты был прав братишка как ты был прав я просто хочу знать что с моим братом он пытался нас спасти и вызвать помощь ничего не зная о лодках о навигации и господи только он был сейчас жив ну зачем я его отпустила я тут нашла вот да у каждого из нас конечно свои потери тут произошли в таких приключениях и а и и а и ой какой кошмар зачем вы такое показываете ребят я не могу на это смотреть это ужасно вот и кончилась так игра конечно не на самой приятной ноте я бы сказал даже на трагичной на траурной но тем не менее мы получили такую концовку на которую собственно прошли игру в таком стиле как я ее проходил вот и все конец игры свободны ну пока что но вы всегда можете попробовать еще раз постараться добиться большего неплохая попытка кто-то выжил кто-то погиб все из-за вас удивительно когда опускается занавес вы либо готовы к этому либо нет все дело в решениях не так ли в решениях принятых в спешке в панике принятых не разумом но сердцем или наоборот решениях последствия которых могут проявиться не сразу но они безусловно проявятся всегда есть последствия да друзья всегда есть последствия и как я не договорил надеюсь видео вам понравилось надеюсь вам понравилось прохождение этой игры до встречи может в little hope а может быть где-то еще но знаете мы встретимся это неизбежно так мужик ты все договорил спасибо тебе большое и спасибо вам огромное друзья за ваше внимание я надеюсь видео вам понравилось понравилось мое прохождение этой игры уж простите если не такая концовка на которую в этом желали типа хотели увидеть но я прошел эту игру собственно как прошел так что спасибо вам еще раз огромное и конечно же до новых встреч друзья пока пока я уже собственно попрощался с вами а тут получается такая еще заставочка у нас есть видимо это по нашему сигналу сюда прибыли военные на наш сигнал сос о а это что интересно с ними что-то произойдет ну как бы мужик с кувалдой уже все ликвидирован смысле а это этот уборщик типа получено достижение независимость кто бы там ни был их больше нет так отлично кто это там я сама все сделала углу эндрю помоги мне анджела little hope вот так вот скоро выйдет видимо следующая часть да в 2020 году будем проходить с вами little hope ну что ж друзья на этом уже окончательно все спасибо вам огромное еще раз огромной вам удачи и конечно же до новых встреч